На Руси говорили, главное не клад, главное в семье лад. То есть главное не деньги, а главное добрые, тёплые отношения в семье. На Руси очень верили в силу оберегов. Поэтому естественно, что у каждой семейной пары были куклы-неразлучники, которых мы научимся делать прямо сейчас. Обычно этих кукол делали женщины, мама, подруга. Но можно сделать эту куклу, чтобы ребёнок сделал эту куклу вместе с бабушкой и подарил своим родителям на укрепление семейных отношений. Для куклы нам нужна цветная ткань, примерно 130 сантиметров. Широкая полостка ткани длиной 110 сантиметров. Рулон ваты, палочка или сучок любого дерева, кроме осины. Итак, сначала берём палочку и заворачиваем её в вату. А сверху оборачиваем ещё длинной полоской ткани, как конфетку. И на концах завязываем узлы. Каждый узел символизирует крепкие семейные узы. Заметьте, что вся обережная кукла состоит из сплошных узлов. Теперь ровно посередине завязываем обережный узел. Два оборота, три узла. Берём кусок ткани, делим его пополам. Так вот, делим пополам. Немножко надрезаем. И ткань нашу разрываем. Давай, Миша, помогай мне. Разрываем ткань. Звук разорванной ткани отгоняет всю нечисть. Начнём делать неразлучников с женской куколки. Присборили сверху ткань и завязываем двойной узел. Смотрите, завязали первый узел. И прямо на этот узел завязываем второй узел. Это женское и мужское начало. Слились в едином узле. Теперь выворачиваем ткань, чтобы узел остался внутри. И обвязываем его снаружи красной ниткой. Два оборота, три узла. Это у нас получилась голова. Теперь нам нужно приспособить всю конструкцию к палочке. Раскроем ткань под головой куклы. Получилось две части. В середину вставляем палочку и закрепляем нитками на поясе будущей куклы. Ответственное делать тебе, Миша, даю. Завязывать семейные узлы. Делаем ножки нашей куколки. Для этого мы берем юбочку. Складываем ее пополам. Так вот пополам. Нарезаем. И разрываем ткань. Так, аккуратненько разрываем. Так, вот. Получилось у нас две ножки. На этих ножках, с одной стороны, вот с этой стороны, мы должны завязать узелок. А теперь мы сделаем мужскую фигуру. Мальчика я сам сделаю. Я все понял. Мужская фигура делается точно так же, как женская. Вспоминайте. Голова из двойного узла, который потом нужно вывернуть и обвязать красной ниткой. Смотрите и вспоминайте. Делайте куколку вместе с нами. Да наусмотайте мудрость наших предков. Таких кукол-неразлучников дарили молодоженам на свадьбу. Привязывали их под дугой свадебной упряжки. И они отгоняли от молодых всякую нечисть. Музыка. 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 Молодец, Миша. У нас получилась женская фигурка и мужская. Музыка. Поэтому учим их это делать. Да и кроме того, в душе у них рождается истинная благодать, вера в крепкую семью. Все дети, делая такую куклу, представляют маму и папу. Неразлучники наши готовы. Можно их оставить и в таком виде, но чтобы они были у нас красивые, мы сделаем им наряды. А наряжать этих кукол и дарить своим родителям мы научимся в следующей программе. Не пропустите!